Привет, меня зовут Марго. Конец рабочей недели, а это значит, что сегодня пятница, и нам с вами необходимо устроить себе музыкальную встряску, чтобы все-все-все на прошедшей неделе со знаком минус забылось, а со знаком плюс приумножилось, и мы ворвались в эти выходные на радуге отличного настроения. Ну а чтобы у тебя, мой милый друг, все это произошло, серия пятничных вечеринок от команды AirSound представляет сегодня нового гостя, Рэнбоус. Максим, в прошлом году ты вместе с Unbroken Dab раскачивал вечеринку Looch 2 от Adidas и Resonance Moscow. Это очень круто. Вот расскажи немного о своем сотрудничестве с московским лейблом Resonance. Как вы вообще задружились, с чего началось ваше сотрудничество? Ну, собственно, примерно год назад я записал для них микс, состоящий из своих треков, и после этого, собственно, начали раскачивать вместе. Потом я поиграл на их мероприятии на О2ТВ, на телеканале О2ТВ, да, и как-то после этого все пошло. Ну, мне нравится Resonance, Resonance вообще классные ребята, они здорово все выстроили, как они работают, мне интересно с ними сотрудничать, вообще я в восторге от работы с ними. Ну, насколько мне известно, у них такой достаточно серьезный подход к музыке, и музыкантов они тоже выбирают не абы кого. Да, и ты стал одним из немногих музыкантов, который сотрудничает с этим московским лейблом. А какие планы вообще на ближайший год? Может быть, какие у нас жгучие сеты ждут от Максима Рэмбоуз? Жгучие, да, конечно. Да, в общем, планируется первый виниловый релиз, я надеюсь, что не один, да, а что-то потом еще будет после него. Сейчас мы выпустили релиз с моим другом Ильей Каприти на лейбле Package, вот, эту историю мы планируем тоже развивать. Соответственно, вот, еще планирую сделать лайв-программу, я уже давно обещал всем, кто меня спрашивал, поэтому вот это обещание я даю на камеру, вот, пожалуйста, в этом году будет. Пожалуйста, куда, вот сюда, обещаю. Да, будет, будет, даю обещание, да, сделать лайв, будет с покухом, все будет хорошо. Максим, ну, слушай, поскольку ты очень давно занимаешься музыкой, можно сказать, 10 лет, это уже десятилетие, да, прошло, да, уже старичок. У тебя вот такой багаж за спиной, столько выступлений, а что бы ты мог посоветовать начинающим диджеям? Может быть, есть какие-то конкретные советы, что стоит делать, а чего вот вообще точно не надо? Вот даже нос соваться туда не стоит свой. Не стоит, когда отсылаешь треки кому-то, отсылать их каждый по одному, то есть создавайте приватные плейлисты и закидывайте в них свои треки. Присылайте, чем меньше ссылок, тем лучше читается письмо, тем естественнее проходит процесс. Вот, а что нужно делать, конечно, нужно работать, самое главное, уделять этому очень много времени и сил, не давать себе подлажек. Ну, это как в любом деле, естественно, у тебя, чем больше ты уделяешь тому времени, тем больше у тебя получается, поэтому мой совет как бы не нов, не оригинальный, просто это работать. Работать, работать, еще раз работать. Ну, а следующий у меня вопрос, как бы он банально не звучал, но мне кажется, что без этого вообще не было ничего. А что же тебя вдохновляет? Меня вдохновляет вообще все, то есть, ну, я вообще очень впечатлительный и все, все, что угодно, все, что со мной происходит в первую очередь, это, наверное, какие-то отношения с людьми, вообще, в принципе, люди меня вдохновляют. Ну, и, конечно, города, архитектура и все прочее. Все, что меня окружает, в принципе, я из любых источников черпаю вдохновение, фильмы, в том числе, какие-то выставки. Ну, наверное, в первую очередь, все-таки это какие-то человеческие отношения. То есть, в принципе, слушая твою музыку, мы можем погрузиться в какое-то твое настроение, да? Ну, да, да, наверное, возможно, да, да, да. Я люблю отсылочки делать к тому, что между нами происходит вообще, к людям каким-то, то есть так. Ну, и последний у меня традиционный наш вопрос. Комплимент для диджея. Каков он для тебя? Я все время смущаюсь, когда мне говорят комплименты, ну, потому что, ну, не знаю, диджеям, наверное, в принципе, может быть, каждый, у кого хороший вкус, сам себя похвалил, кажется, да? Да, я не знаю, ну, типа, когда просто подходят и говорят, что было круто, я, пожалуй, буду этим удовлетворен, вот, в общем-то, и все. Слышали? Слышали все? Нужно просто подойти и сказать, ты крут, крут, Максим Рэмбоус. Спасибо большое, что уделил время, я знаю, что нужно идти, готовиться, не буду больше отвлекать, спасибо большое. Тебе спасибо и вам спасибо, кто это все смотрит. А ты, любитель танцевальной музыки, не забудь, если хочешь сэкономить свои денежные средства, отдыхая на вечеринках от команды AirSound, все, что тебе нужно сделать, это несколько простых действий. Первое. Стать участником предстоящей встречи ВКонтакте или в Фейсбук. Второе. Каждую вечеринку команда AirSound заливает и транслирует в социальные сети в режиме онлайн. И все, что тебе нужно, сделать репост на свою страницу одной из такой трансляций, ну а лучше предстоящей встречи. Обладатели кожаных браслетов AirSound, как всегда, вход свободный. Ждем в гости. У нас сегодня играет Максим Рэмбоус.